Астрономическая весна для Северного полушария в этом году приходится на 20 марта. В это же время в Южном полушарии наступает астрономическая осень. С этого дня продолжительность дня для нас становится больше, чем длина ночи. Несмотря на то, что время для наблюдения космических явлений сокращается, жители Северного полушария могут увидеть много красоты на небе среди звезд. Главное заранее знать верные даты появления астрономических явлений. Одно из них пришлось на 19 марта. Выйдите под открытое небо, желательно где-нибудь подальше от фонарей, и увидите очень красивое явление в созвездии Тельца. Будет Луна, молодой нарождающийся серп, пепельный свет и рядом Марс. То есть вот четыре таких интересных астрономических объекта в одном месте. Редкое достаточно явление. Если удастся вам, то обязательно посмотрите. Это явление можно наблюдать на юго-западной части неба. Как и это, многие другие удивительные события на небосводе в этом году можно увидеть, как только стемнеет. А некоторые даже днем. В этом году у нас ожидается на земле два солнечных и два лунных затмения. Первое солнечное затмение 10 июня будет. Примерно в 2 часа дня, 2 часа 30 минут мы можем увидеть солнце с небольшим таким кусочком Луны. То есть Луна закроет примерно на 20 процентов. В принципе, даже взяв просто какой-то фильтр от сварочной маски или очень темные очки, посмотреть на солнце, мы увидим, что Луну закрыло, Солнце закрыло кусочком Луны. Это явление можно наблюдать на территории Рязани. Другие солнечные затмения в России видно не будет. Однако в конце года в районе 12 декабря мы невооруженным глазом сможем увидеть новую комету, открытую в январе этого года. Ее назвали Леонард. Комета будет пролетать мимо Земли до того, как приблизится к Солнцу. Таким образом, не успеет разрушиться, как это произошло в прошлом году. В 2000 году мы ожидали какое-то феерическое действие с кометами. Одновременно могли наблюдать три очень ярких кометы. Но кометы, у них такое свойство, у них очень вытянутая орбита. И когда они облетают вокруг Солнца, имея структуру рыхлого льда, они распадаются. И вот эти все три кометы, облетев Солнце, они просто распались. И наши надежды не оправдались. Но совершенно внезапно остелескоп робота, который находится на орбите, открыл новую комету. Комету Нео Вайс можно было наблюдать прошлым летом с июня по август. Она была легко видна невооруженным глазом. Астрономы надеются, что в декабре нам тоже повезет. Новая комета обещает стать самой яркой из тех, которые будут пролетать мимо нашей Земли в этом году. К тому же она примечательна тем, что пройдет очень близко от Венеры. Чуть больше, чем в 4 миллионах километров от нее. За всю историю астрономических наблюдений только пять комет подлетали к Земле еще ближе. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».